Национальная хоккейная лига сыграла четвертую неделю. Напряженные матчи, новые рекорды, подвиги наших игроков и изменения в турнирной таблице. Обо всем этом расскажем прямо сейчас. А пока напоминаем, что на прошлой неделе у нас на канале появились топы лучших голов и сейвов января. Если не видели, переходите в плейлист по подсказке наверху и зацените. Вы на канале Спорток, и это наш короткий обзор четвертой недели в Национальной хоккейной лиге. Будет интересно, погнали! Начнем с одного из самых интересных матчей, прошедшей игровой недели между Нэшвиллом и Флоридой. Этот невероятный триллер завершился со счетом 6-5 в пользу хищников в овертайме. Но главное здесь даже не это. Личную перестрелку между собой устроили форварды Филипп Форсберг и Джонатан Юбердо. Оба набрали по 5 очков. Юбердо оформил хет-трик, но решающее слово осталось за Форсбергом. Его второй гол в матче как раз оказался победным в овертайме. А теперь к рекордам. Семен Варламов стал четвертым российским голкипером в истории НХЛ, кто сыграл 500 матчей в лиге. Свою юбилейную игру Варламов провел против Питтсбурга и принес своему клубу победу. Больше Семена в НХЛ сыграли только Николай Хабибуллин, Евгений Набоков и Сергей Бобровский. Отметился на прошлой неделе и Александр Овечкин. Форвард Вашингтона забросил свою 709-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое седьмое место в списке снайперов, обогнав Майка Гартнера. В матче с Филадельфией Ови уже добрался до 711 шайб, а следующая цель Фил Эспозита и его 717 голов. А вот нападающий Сан-Хосе Патрик Марло движется к абсолютному рекорду НХЛ по количеству матчей за карьеру. На прошлой неделе Марло вышел на чистое третье место, сыграв 1733-й матч. Рекорд принадлежит Горди Хоу и до его повторения Патрику осталось сыграть всего 34 игры. 35-я станет исторической и Марло может сделать это уже весной. Российские игроки Вашингтона Евгений Кузнецов и Илья Самсонов по-прежнему не могут принимать участие в матчах НХЛ из-за нарушения протокола COVID-19. В конце недели им разрешили тренироваться с командой, но выйти на лед в официальном матче пока нельзя. К тому же этот список на неделе пополнили еще два русских игрока Никита Гусев и Дмитрий Куликов из Нью-Джерси. На прошлой неделе вся заокеанская общественность обсуждала рейтинг самых влиятельных людей в хоккее, составленный изданием The Hockey News. Первое место там занял комиссионер лиги Гэри Бэтмен. Самым влиятельным из игроков оказался Конор Макдэвид. Он четвертый. Наш Александр Овечкин на восьмом месте. А вот двадцатую строчку занял вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Кстати, напишите нам в комментариях, а кого вы считаете самым влиятельным человеком в хоккейном мире прямо сейчас. Главным фейлом прошлой недели стал вот этот ляп голкипера Виннипека Конора Хелебака, который умудрился пропустить от чужой синей линии. Напомним, что Конор действующий обладатель приза лучшему вратарю НХЛ Визина Трофи. Так что ему пропускать такие шайбы точно не к лицу. А для Криса Танева этот гол точно стал самым необычным в карьере. Напоследок давайте заглянем в турнирную таблицу. В восточном дивизионе в лидеры вырвался Бостон. После трех поражений подряд немного опустился Вашингтон. А внизу сразу четыре команды имеют по 10 очков. В центральном дивизионе разница между первым и шестым местом составляет всего три очка. В лидерах остается Тампо. Внизу таблицы после восьми поражений подряд осел Детройт. В западном дивизионе первые три строчки захватили Вегас, Сент-Луис и Колорадо с 15 очками. Немного подтянулся Анахайм. Остальные клубы из Калифорнии внизу. В северном дивизионе наверху остается Торонто. За ним Монреаль и Виннипек. Все больше отваливается Оттава. А в середине таблицы все достаточно плотно. И, конечно, не забудем про таблицу бомбардиров. Лидирует дуэт из Эдмонтона Конор Макдэвид и Леон Драйзайтель. Подтянулся форвард Чикаго Патрик Кейн и нападающий Далласа Джо Павелски. Впечатляют и цифры молодого защитника Ванкувера Куина Хьюза. Лучший из россиян пока Артемий Панарин. У него 15 очков. Второй Александр Овечкин с 12 баллами. Друзья, вот такой короткий, но информативный обзор у нас получился. Постараемся делать такой формат роликов каждую неделю, поэтому ставьте лайки под этим видео, если вам понравилось. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Спорток. Услышимся!